всем привет в комментариях я часто сталкиваюсь с подобным мнением дескать с какой стати я такой гордый носитель великого и могучего буду учить всякие эти ваши английские языки я везде буду пользоваться только русским и совсем не важно что и перевод там программы далеко не могучий а проще говоря колхозно-промтный так вот теперь у них появился еще один повод в защиту своей позиции такие носители ну и все нормальные люди конечно же тоже теперь могут смотреть любые видосы на английском языке а новый яндекс браузер автоматически своими нейронами сетями переведет его для вас на русский и озвучит голосом прямо поверх оригинала да ребят будущее уже тут мне же захотелось рассказать вам об этом и заодно потестить новую разработку на предмет просмотра уроков в области интересов моего канала могут ли теперь все страждущие смотреть уроки в оригинале и понять о чем там идет речь использовать соответственно это дело на практике сейчас попробуем несколько уроков посмотрю послушаю ну и покажу если что интересное смогу найти в процессе просмотров на данный момент и яндекс научили свой браузер работать только с английским языком ну соответственно с английского переводят на русский но других сайтах на не будет зависеть уже от того что там админ использует как внедряет видео я так понял что технология совсем недавно ушла в публичный доступ потому что последнюю неделю только о ней заговорили поэтому наверняка это будет совершенствоваться появляются более продвинутые алгоритмы перевода синтеза речи ну исправляются всякие ошибки поэтому возможно например то что вы увидите в этом ролике через месяц уже будет выглядеть и слышится совсем по-другому но в любом случае мне кажется разработка интересная поэтому пожелаем удачи яндексу с совершенствованием этой функции чтобы скачать яндекс браузер вам нужно зайти на адрес браузер яндекс точка ру там в google или в яндексе наберете яндекс браузер там вам найдет сразу страничка можете нажать кнопку скачать получится экзешник который будет подключаться к сети оттуда все скачать необходимые файлы если вам нужно пример версия для оффлайн установки то вот можно пойти в помощь установки обновления перемотать тут самом низ очень далеко спрятали конечно эту возможность вот скачать полную версию установщика тут будет вот такая вот ссылка вот внизу видите там написано я ее приложу кстати в описании к этому ролику если хотите можете просто на нее щелкнуть она как видите никакая не реферальная ничего просто прямая ссылка на закачку и вот что-то куда-то там полетел качаться именно так я и установил вот эту версию браузера сейчас мы попробуем в ней пару уроков перевести ну кстати вот так но появился уже установки она нам не нужно здесь сейчас я кстати не знаю как youtube будет относиться с этими авторскими правами поскольку я как бы нахожусь просмотре чужих роликов поэтому если что-то там будет заблурено видео и мне придется как-то прятать эти картинки тоже не обессудьте вам содержание него важно нам главное сейчас понять как это будет звучать как говорится отнеситесь с пониманием так что веселись и мы увидимся с тобой в следующий раз в принципе я уже достаточно тренированный человек я много уроков смотрел на английском языке поэтому в принципе понимаю техническую часть очень хорошо но например когда тоже самый крамер своих уроках начинает заливать что-то о жизни я как будто смотрю в телевизор с помехами потому что ну с разговорным английским языком я вообще не знакомый мне сложно понять что он там задвигает вот например один из его уроков это как раз по созданию этих слаймов с каких-то там соплей для меня там много очень было непонятно я только самую базу понял это мы можем использовать их для чего угодно графики знаете смотрите я вам не сказал как этим пользоваться когда вы загружаете в яндекс браузера сверху будет три таких штуки ну вот еще тут такая желтая полоска вот эти три кнопочки самое правое это как раз за перевод отвечает если мы его выключим по умолчанию естественно он будет выключен мы увидим услышим вернее оригинал на английском языке как он есть собственно на ю тубе но мы хотим перевести на русский поэтому мы щелкаем на эту кнопку сейчас вы видите что у меня как бы сразу включился перевод видео включен возможно это наверное где-то хранится у них на серверах поэтому ролики которые часто переводят чтобы наверно не тратить на них время они уже где-то хранятся в каком-то кэше у меня например сейчас вот этот ролик тоже быстро перевоз но другие ролики которые проверял который нормал кто смотрел они короче оставится в какую-то очередь и кнопка не сразу зажигается то пишется типа вот как сейчас пишут что перевод займет какое-то время и потом внизу будет уведомление в яндекс браузер выскочит что типа перевод закончен тогда можно будет слушать хорошо давай перейдем к делу так ну вернемся к рамору после того как перевод включен привет от вас ребят эндрю крамер здесь и добро пожаловать на еще одно очень захватывающее шоу сегодня мы рассмотрим создание некоторых стандартных элементов вот так это звучит уже поверх оригинала он приглушен и наложен синтетический голос если кто не знает у яндекса есть своя система очень хорошие кстати там есть несколько голосов очень прикольных очень реалистичных которые из тех кто синтезирует голоса привет я яндекс печки поставьте быстрее лайка и плагу он так для вас старается и самое классное в этих элементов то что мы можем использовать их для чего угодно графики движения визуальных эффектов даже монстров и инопланетян на нет графика движения вот ну сейчас чтобы вас всем этим не парить я сам тут фоном несколько уроков подобрал посмотрю их пощелкаю и что интересное вам покажу ну и какие-то комментарии своим дам на эту тему хорошо давай посмотрим что у нас есть у нас есть немного нутилы у нас есть немного моцарелы у нас есть немного зефира гельки алтро личная смазка несколько упаковок с запусками этот продукт не контрастный я был немного медом учил читать детей избегал контакта с глазами еще какой-нибудь скользкий сыр избегая разливов это действительно действительно хорошо это как хорошо хорошо пойдем и возьмем камеру мы собираемся опустить это и опустить это на место может быть использую это для одной из тех реклам пиццы маленький нейрон сэр у меня есть ваша пицца оставь это на пороге и убирайся отсюда к чертовой матери поиграй с режимами передачи и даже используйте формацию сетки чтобы согнуть их вокруг своей сцены ты будешь в восторге что черт возьми происходит я имею ввиду что черт возьми происходит хорошо я эндрю крамер но после просмотра я могу с уверенностью сказать что я процентов на 90 понял о чем здесь говорится да были конечно забавные места где алгоритм спотыкался но мне кажется я вот внизу титры читал что и в оригинале крамер говорит на каком-то странном таком английском языке с кучей всяких нелепых выражений разговорных не знаю как они там у них в общем понять смысл ролика можно ну и это главное этот ролик был более разговорный и объяснительный давайте теперь перейдем к чему-нибудь такому более обучающему привет и поприветствую всех это роланд хартман из график мошен давай и я вернулся с еще одним учебником по звездной пыли для супер луманал тиви в этом уроке мы рассматривать симуляцию дыма прямо внутри автор эффектс и мы создать автор эффектс так автор эффектс уже радует так что давай начнем излучение частиц немного отличается от предыдущего урока и я пройдусь поэтому сейчас потому что излучение частиц очень важно для внешнего вида нашего облака позже так что же у нас есть вот у нас есть последовательность объектов здесь у нас два излучателя ты видишь что мы излучаем 20 нулевых частиц в секунду с небольшой скоростью и случайностью скорости сами частицы имеют продолжительность жизни одну и случайность жизни 20 ну тут неудивительно естественно что в терминах переводчик путается потому что но и на русском языке даже не всегда понятно как это обозвать чего уж ожидать там от нейронных сетей которые скорее всего обучалась на обычных разговорных текстах и это дает хорошую вариацию которая действительно важна для дыма эти частицы на самом деле управляются физическим моделированием и ты также узнал как и в предыдущем уроке что они управляются силами и я просто создам здесь быстрый пандус чтобы ты мог видеть что делают эти частицы потому что на самом деле очень важно как выглядит ваша анимация частиц когда вы превращаете их в объем и так ты хочешь получить действительно классную симуляцию частиц которая выглядит как смоки с движениями здесь чтобы она выглядела хорошо позже когда мы превратим ее в объем видишь ли это выглядит действительно очень круто так что очень короткое слово о здешнем освещении но в принципе все это звучит как какой-то бред хотя на самом деле если вот слушаться то он говорит примерно то же самое в английском языке они очень часто повторяют одно и то же как вы можете видеть как вы можете видеть ну как обычно вот особенно в уроках по афтер эффекту я поскольку много смотрю то часто слышу что например спикер одно и тоже начинает повторять и соответственно каждое практическое предложение начинает с одной и той же конструкции в узком языке на школах учишь то нельзя как бы повторять одно и то же слишком часто поэтому переводчик в принципе выполняет свою работу вот нормально очень близко к оригиналу конечно в терминах он путается но не настолько сильно чтобы нельзя было догадаться о чем сейчас идет речь особенно если смотреть на экран ну за мышкой следить куда он тычет мы создадим объемы внутри автор эффект действительно удивительно хорошо так как же мы можем это сделать во первых тебе нужно создать узел тома так что давай создадим узел громкости и ты должен подключить заметку громкости непосредственно к своим заметкам частиц так что давай просто соединим обе наши заметки о частицах с нашим томом потому что мы хотим использовать обе эти частицы в нашем объеме вместе но такое понять можно только под грибами естественно человек который знаком с терминами он бы перевел это лучше во всяком случае как бы старался держать все в одном стиле но если постараться все равно можно понять в принципе чем делает тем более если включить титры хотя бы тут иногда понятно какая именно конструкция как переводится теперь наш объем очень очень пушистое и гладкое облако и выглядит не очень реалистично а давай посмотрим на другие настройки но есть небольшие недочеты с падежами что ли ли я так подумал тут приходится привыкать не только к переводу ну и к вот этим вот корявостям потом нормальные туроки смотреть не сможешь но это немного ускорит рендеринг громкости и рендеринг громкости может быть довольно тяжелым для вашей вот рендеринг громкости имеется ввиду конечно же объема не громкость но вот как системе сказать что она здесь совершает ошибку а теперь давай просто создадим быстрый обзор местности чтобы посмотреть что у нас здесь есть значит предыдущий таран закончился и это заняло всего пару минут обзор предыдущий таран местности шикарно то результат на самом деле не крутой так что мне это действительно результат не очень крутой так что я думаю что это действительно классная функция которую ребята из супа луманал создали здесь слушайте ну с одной стороны конечно же дает понятие о том что здесь происходит с другой всякие корявые моменты мне кажется они будут сильно смущать отвлекать у меня еще ну как бы я смотрю и в принципе понимаю что он делает также я вот за титрами слежу но для меня вообще без проблем но я и в оригинале также нормально его посмотрел мне интересно как человек который с этим плохо знакомы как бы он отреагировал на все эти рендеры громкости и узлы заметок что там частиц уровня пандуса пишите короче комментариях если вы сможете нормально смотреть и вдруг захотите поучаствовать в обсуждении то каково вам в подобном переводе ориентироваться мне кажется тут в любом случае нужна определенная подготовка в after effects ну или хотя бы с плагином так ознакомиться про который вы смотрите обзор иначе мне кажется потеряться можно управлял светом чтобы придать какое-то движение цвету своей силы и у нас также просто не было места чтобы сделать их обоих так что это был единственный способ которым мы могли это сделать как обычно но ту риотов у них тоже очень много разговорного в роликах потом они переключаются на after effect потом опять рассказывают опять after effect поэтому я тоже когда смотрел мне не очень было понятно о чем они там все время рассказывают но так более-менее я сейчас посмотрел ну нормально дошло до меня о чем он там балакал прыгаем в дубе after effects и вставим один из наших снимков в новый компьютер у нас есть вставим в новый компьютер просто проверь заметки на наличие ссылок на некоторые из этих эпизодов за свечение на игрушечных опорных кольцах которых заметки ссылок на некоторых эпизодов но для добавления свечения к этим кольцам мы двое отвлекаем положение и вращение используя слой нет для каждого из них мы создали сплошной слой и привязали его к одному из треков с включенным размытием движения ну вот в начале этого эпизода прям чушь была откровенная если понадобится мы применим эффект фрактального шума немного изменив контрастность и яркость уменьши масштаб и оживи эволюцию по некоторые элементы ну вернее фрагменты переводится очень хорошо некоторые же в противоположность полный билибердой слышится набор каких-то звуков раньше я помню очень часто попадал на сайт с каким-то генерированным текстом ненастоящим вы на него вроде смотрите там длина слов абзацы предложения все как-то визуально сформировано ну как будто нормальный текст но когда ты учитаешь там смысла никакого нет между предложениями там просто глаголы прилагательные существительные все в привычном положении находится но между собой никак не связаны вот порой не напоминает им такие сайты которые кстати давно уже пропали мне лично не попадаются в поиске наверное боты научились их отсеивать как-то а а вот здесь вот опять начался вот этот эффект встречаться но сразу же возвращайся к этому сейчас все это статично но что мы можем сделать так это отсоединить два главных актива туманности от слоя золотого кольца и предварительно объединить эти четыре главных актива в их комп добавь новое черное сплошное изображение на задний план чтобы удалить все альфа области обратно в основной комп установите режим наложения на экран ну здесь придется явно постараться чтобы это понять хотя и в оригинале это же не в реальном времени он все скомпоновал буквально по два по три слова на каждое действие с кривым переводом все достаточно сложно воспринимать даже вот ну как бы у меня есть небольшой опыт работы в этой области я как бы мозги у меня с трудом все это переваривают на сегодня все и если ты этого не видел посмотри версию этого эффекта которую наши друзья из fx home сделали внутри хитового фильма мы поместим ссылку на это в примечаниях ниже хитового фильма почему-то мне пока кажется что для новичков польза в этом будет немного но если у вас как средний уровень наверное владение программой и вы прямо цель направленно будет сидеть и разбираться рекомендую также титры включить все-таки там иногда термины правильные показываются вместо того что переводится и сидеть по несколько раз перематывать читать титры подкручивать все это ну все равно труд уже получается лучше подписывайтесь на мой канал здесь уроки по афтер эффекту сразу на русском великом и могучем языке так что вам не придется адаптироваться все будет понятно почти сразу правда программу все равно придется хотя бы немножко выучить но и об этом тоже есть соответствующие уроки на моем канале сальвагайю андре и увело за фото x така влияние я пришла чтобы помочь бен давер парамома файлепорта нет клипов что происходит яма без клипа чтобы использовать камень лаос составная часть я жду приказаний что-то я совсем сломался но на самом деле конечно его подбросил итальянский клип с ним как видите совершенно не хочет работать сэмбетти но принципе как вам ранее показывал работу с другими языками кроме английского они не обещали они быстро выясняют какой силой он обладает когда он случайно превращает люцифера в причину по которой я больше не делаю грибы и крестная мать пытается вернуть его но она случайно превратилась в статую попытался короче я просто художественные обзоры от ностальгирующего критика сравнить его с тем что джо шизо делает и стоит ли теперь ждать от него перевода но поверьте в таком варианте вот этот голос совершенно без эмоциональный не знаю кто в здравом уме согласился подобные просматривать это что наверное совсем надо потерять надежду ваши визуальные эффекты выглядят не очень хорошо даже если вам нужно что-то сделать с зеленым экраном не делайте все с зеленым экраном потому что вы сможете добиться большей правдоподобности если в кадре будет что-то действительно осязаемое ну вот это еще один канал где обсуждают спецэффекты к фильмам тоже очень много всякого разговорного вы видите как это бывает да я преломляю этот край прямо здесь это лучшее что есть в визуальных эффектах это рассказывание истории визуальные эффекты объединяются создавая нечто еще лучшее итак позвольте мне все это организовать хорошо постольку они общаются в какой-то свободной манере просто вот сидят и говорят мысли не особо оформляют это все каким-то литературными приемчиками перевод тоже получился соответствующий я ничего не получил хотел сказать после выхода из храма если честно я не совсем помню чтобы это было так нелепо единственное что я чувствую что это действительно технически разваливается это привлечение людей к этим кадрам и так это то что мы бы назвали два кстати да тут можно двумя голосами он автоматически разбивает на женские и мужские прямо в диалоге чтобы соответственно было приятнее все это воспринимать времена старые добрые толпы бегут да это похоже на настоящий огонь потому что это настоящий огонь ну гениально просто толпы бегут потому что настоящий огонь похож на настоящий огонь конкретно вот этих вот ребят слушать с переводчиком очень сложно о нет мой космический корабль если есть когда-нибудь фильм который можно было бы посмотреть кинотеатрах как этот я смотрел его в театре и это было потрясающе подделка и это выглядит так реально очень сложно их принимать прям кстати если вы не заметили как видите я нигде не регистрировался не в ю тубе не в яндексе то есть браузер просто поставил зашел на youtube нашел ролик скачался это хорошо потому что никаких ограничений дополнительных это не накладывает но для тех кому это важно деньги должны были идти на хорошую работу а не на плохую в этом и была вся суть после того как это изменение вступило в силу была готова к выполнению всевозможная хорошая работа но я попробовал еще на тэдди какое-то случайное видео открыл там типа умные люди всегда что-то говорят при том что этот персонаж он конкретно читает из книги то есть типа литературный текст но перевод вы сами слышали он примерно такого качества и по всей длине ролика ничего хорошего я конечно понимаю что там многие мы играли в игры переведенные промтом где вообще был такой жуткий колхоз и там даже слова не совпадали но в таком виде тоже не особо приятно все это наблюдать наверное какие-то простые фразы каких-нибудь средних американцев со средним уровнем образования он перейдет нормально но что-то такое чуть более заковыристые и все превращается в совершенно невменяемую кашу ну конечно было много проблем вызванных этим изменением ценности сертификация выбросов углерода стала огромной отраслью сама по себе и все что измеряется становится игрой значит это было не так просто но это было сделано еще попробовал вот кстати уведомление о том что ролик переведен попробовал на вимию еще кнопки доступны ну и тоже работает мне обычно нравится немного испортить бумагу прежде чем я начну просто чтобы убрать это с дороги чтобы я не смотрел на этот чистый белый лист бумаги есть что-то освобождающие в работе с листом бумаги на котором уже есть отметки это просто позволяет тебе хорошо ну это уже немного запутано я просто продолжу с этим понимаешь я из тех да все это слишком запутано и продолжать на самом деле не очень хочется ну что сказать вот я посмотрел несколько роликов конечно впечатление удручающее но на самом деле я думаю что будет все еще хуже кое какую информацию в принципе выудить можно особенно если сфокусироваться постараться то разобраться наверное будет проще чем с английской версии чистый но удовольствие никакого от просмотра нет я вам прям скажу иногда на самом деле напоминает те самые сайта на которых вроде бы написан нормальный текст но ты читаешь и совершенно не понимаешь за что тут сознание можно зацепиться мне вот еще интересно было бы если бы программа умела переводить надписи мне кажется это было бы интересная такая добавка потому что иногда тоже в роликах встречаются какие-то заметки но все знают же что на на андроидах там есть такие мобильные приложения наводишь и там на картинке текст заменяется в общем то вы сами все видели сами все слышали можете сами потестировать все это бесплатно единственное что работает только в яндекс браузере собственной разработки яндекса поэтому придется с ним как-то жить функции новые как я в начале ролика говорил надеюсь что она будет развиваться ошибки будут наверное ну конечно же куда это же яндекс будут исправляться качество перевода наверняка будет улучшаться какие-то фишки добавляться настройки другие языки но всяком случае на это надеюсь но еще надеюсь что вы досмотрели раз уж этот ролик до конца то поставите лайк можете оставить свое мнение в комментариях по поводу этой технологии может быть вас она уже в чем-то выручила например обычные текстовые переводчики от гугла от яндекса ну и других некоторых сервисов они реально помогают с помощью них прям можно хорошо переводить текст в любую сторону совершенно не зная языка но какие-то основы самолучно иметь спасибо за внимание спасибо что досмотрели ролик до конца искренне благодарю своих спонсоров которые помогают и поддерживать канал на плаву но в нашем кармане появился еще один интересный инструмент для работы с иностранными языками и как говорится дареному коню зубы не смотрят хотя ладно конечно же смотрят короче желаю вам качественных переводов пока